Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, студия. Рад видеть вас. И мы. О ситуации на Харьковщине начнем с этого. Аналитики канала Deep State сообщают о некой группировке оккупантов до 10 тысяч человек и более 400 единиц техники для наступления на поселок Барава. Это часть Харьковщины, которая граничит с Луганской областью. Как вы оцениваете эту информацию? Означает ли, что эта группировка на что-то способна, на прорыв, на продвижение? И какие цели, если да, этой операции? В чем стратегия российских оккупантов? Если мы говорим о том, возможно ли такая операция, но она целиком возможна, потому что противник на сегодняшний день исповедует следующие задачи, а именно попытка наступать на различных участках, нащупывая слабые места обороны украинских сил. Поэтому атаковать на этом направлении не могут. Есть ли в этом какая-то целесообразность? Да, более чем. Потому что задача противника является, если так говорить о глобальных задачах на Харьковском направлении, в общем Харьковском направлении, это создание так называемой буферной зоны, под прикрытием которой они могут сосредотачивать и развертывать свои дополнительные ресурсы, свои дополнительные силы. И эта буферная зона, она ограничивается рекой Оскол. Поэтому задача наступления на Боровую, рассечь группировку украинских войск и принудить нас к отступлению на другой берег, на правый берег реки Оскол. Поэтому да, такая операция возможна, вероятно. Но знаете, опять же, если мы говорим о современной войне, то мы говорим о том, что вскрытые замысли противника, они как бы заставляют противника принимать соответствующие меры, вплоть до отказа от таких видов деятельности. Хотя, кто знает, мы понимаем, с кем мы имеем дело, поэтому противник может как бы, несмотря на то, что это стало общеизвестным фактом, и в общем-то оно не было большой тайной, попытаться атаковать на этом направлении. Мы готовимся. В прошлом году противник уже пытался это делать, он получил достаточно серьезный отпор. Поэтому нужно с пониманием и спокойствием относиться к этой информации и понимать, что ситуация на линии фронта сейчас не просто тяжелая и очень сложная, и сложная она очень тяжелая и очень сложная. О том, что происходит в Волчанске, поговорим дальше. Информация о том, что россияне на территории агрегатного завода попали там в окружение вооруженных сил Украины. Что вам об этом известно? Сколько их? Ну, на сегодняшний день, знаете, цифры разнятся, потому что, ну, говорить, что это плотное окружение, наверное, не совсем корректно. То есть противник пытается там прорываться на МТЛБ, на другой технике доставлять какие-то боеприпасы, какое-то продовольствие, возможно, воду. Поэтому по разным оценкам мы говорим от 400 до 500 оккупантов. Опять же, динамика сейчас настолько высока, что мы не знаем с вами прямо вот в этот момент, вечер 19 июня, какое количество оккупантов уже уничтожено, какое количество оккупантов сдалось в плен. Но факт остается непреложным. Мы заблокировали достаточно большую группу оккупантов на этой территории. Ну, я могу выразить такую достаточно большую уверенность, что вряд ли кто-то из них попадет назад в расположение своих частей. Я не говорю, что все они будут уничтожены. Самые умные из них уже начинают сдаваться, и, в общем-то, мы наблюдаем эту сдачу. Как ситуация будет развиваться? Ну, я скажу так, что нам, в общем-то, нет необходимости героически штурмовать эти укрепления. Мы можем методично и последовательно для невразумленных наносить удары артиллерии, минометами, дронами, авиацией, ну, для того, чтобы или, простите, вправить мозги, или уничтожить тех, для кого эта функция не является доступной. Да, вот о перспективах положения этой линии фронта в Волчанске. Есть ли у российских купантов ресурсы для того, чтобы расширять это свое так называемое наступление? Или можно говорить о том, что они там увязли, и если да, то тогда в таком случае, что нужно вооруженным силам Украины, чтобы отодвинуть их назад на их территорию, на российскую территорию? Ну, друзья мои, давайте с самого начала начнем, что, в общем-то, это наступление, я об этом говорил всегда, и повторюсь еще раз, это наступление связано с отвлечением ресурсов украинских сил обороны с других участков. Поэтому, в общем-то, это наступление не достигло даже минимальных значений, и задач, которые они должны были достичь, они даже не дошли до линии обороны украинских сил в Харьковской области, увязнув в полосе обеспечения. Поэтому говорить, что будет дальше, но, простите, на сегодняшний момент давайте будем откровенны. Украина не имеет достаточно сил и ресурсов для того, чтобы окончательно отодвинуть их за линию государственной границы, в этом, собственно, и нет необходимости. Я понимаю, что восстановление территориальной целостности Украины наша первоочередная задача, но не в этом контексте. На сегодняшний день задача Украины нанести максимальное поражение боевому потенциалу российских войск. Речь не идет об освобождении территории. Боевой потенциал есть ключевым фактором эффективности, его уничтожение есть ключевым фактором эффективности ведения боевых действий на сегодняшний день. Можем мы допустить временную оккупацию отдельных населенных пунктов на территории Харьковской области? Да, к сожалению, можем, потому что силы у нас пока несовместимы. Но это не является трагедией планетарного масштаба, и оно не ведет к военной катастрофе в Украине. Сергей, уже достаточно много времени прошло с того момента, когда Российская Федерация в очередной раз попыталась захватить Харьковскую область. И вот тут вопрос. Сейчас уже на данный момент понятны цели этого наступления. Они хотели захватить Харьковскую область, хотели растянуть линию фронта, или это была такая попытка на авось. Получится захватить? Ну, хорошо. Не получится? Ну, значит, не получилось. Ну, простите, понятие авось не применяется, не является определением целей военной операции, поэтому, да, безусловно, задача была... Российская армия 24 февраля 2022 года за три дня выдвинулась брать Киев. Ну, что было, то было. И, в общем-то, с самого начала, еще до начала этой войны, было понятно, что это военная авантюра, но это кровавая авантюра, которая стоила нам колоссальных потерь. Что касается операции, да, безусловно, эта операция имела целью приблизиться к городу Харькову на расстояние эффективного артиллерийского огня, чтобы продолжать уничтожение украинского мегаполиса и принудить нас отвлечь максимальное количество ресурсов от других участков фронта. Это все. Противник не достиг ни первой, ни второй цели и оказался заблокирован на отдельных участках территории, которую он не имеет возможность контролировать на сегодняшний день. На этом, в общем-то, сага о Харьковском наступлении может быть закрыта, и мы активно блокируем эти участки прорыва и наносим поражение противнику. Но даже такое свидетельство, как туда уже идут неподготовленные к боевым действиям танки Т-62, говорит о многом. О том, насколько важным в концепции наступления кампании весны-лето 24-го года для российской армии есть это направление. И то количество людей, которые там собраны. Ну, для сравнения, только на Покровском выступе противник собрал 80 тысяч высококлассных войск. Вот вам и вся разница, вот вам и все объяснение. Поэтому Харьковская эпопея сейчас, она развивается именно по тому сценарию, который максимально выгоден Украине. В тех возможностях, которые имеет Украина. О Покровском участке фронта, это тоже сейчас горячее направление. Какая там обстановка, что скажете? Вы знаете, я очень не люблю красочных эпитетов, но после разговоров с ребятами, которые держат там оборону, я скажу так, что она очень-очень и очень тяжелая. И транслируя слова своих друзей, которые там находятся, я не понимаю, за счет чего наши ребята там держатся, находясь в условиях колоссального давления и непрерывных атак. Мы видим, что, к сожалению, украинские силы обороны вынуждены отходить с занимаемой позиции, потому что на этих позициях вообще ничего не остается. Ну, за один день, давайте скажем так, было нанесено 98 ударов кабами. Каждый удар — это минимум 250 килограммов взрывчатки, а то и больше. Если говорить о применении авиабомб, то есть добавьте сюда непрерывные обстрелы артиллерии, непрерывные обстрелы системами залпового огня и прочими огневыми средствами, что фактически превращает в лунный пейзаж то, что когда-то можно было назвать инженерно-фортификационными сооружениями. Там нет возможности обороняться, потому что оборонять разрыхленную изрытую воронками землю невозможно. Поэтому мы вынуждены принимать очень непопулярные и очень сложные решения. Такова борьба. Плюс мы понимаем, что огромной проблемой для нас является наличие людских ресурсов и батальоны, которые сдерживают противника. Но они далеки от идеала укомплектованности, если можно так высказываться. И несмотря на это, противник не достигает тех результатов, которые он хотел бы достичь на этих участках фронта. Поэтому любой, каждый солдат, который сейчас держит оборону на этом направлении, герой. Цели противника абсолютно очевидны и ясны. Они хотят прорваться, и в общем-то они приблизились на расстояние до 10 километров к трассе, которая соединяет Покров с Константиновкой, и в общем-то держит эту трассу под огневым воздействием, что исключает возможность использования этой трассы для обеспечения наших войск в Торецке и, соответственно, в Константиновке. И в связи с этим мы говорим не только о Покровском направлении, мы говорим в том числе и о Часовьярском направлении. И если посмотреть на карту внимательно, задачи противника абсолютно очевидны. Концентрическими фланговыми ударами с Часовьяра и со стороны Очеретиного на север выйти к Константиновке и окружить нашу группировку в Торецке в последнем оплоте Донецкой аггломерации, которую контролирует Украину. Это максимум, на что может быть способен противник, но при самом хорошем развитии ситуации в его пользу. На большее, на какие-то прорывы противник не способен и не сможет их сделать. Скажите, чисто технически есть понимание этой активизации, конкретно на Покровском, например, направлении российских оккупационных войск, с чем это связано? Окно возможностей, которое закрывается в связи с возобновлением поставок оружия Украине, это летний период, когда грунт твердый и проводить наступательные действия намного легче, нежели осенью или зимой. Или это очередной приказ какой-то там дате захватить Донецкую и Луганскую области? Последнее категорически вычеркиваю, потому что мы понимаем, что даты какие-то сейчас не предвидятся, а задачи противника, вернее те факторы, которые могут быть взяты во внимание, озвучены вами, они есть абсолютно понятны. Я бы сюда добавил еще зеленых. То есть возможность скрытия техники и скрытого перемещения, маневра вооружением техники и личным составом. Поэтому противник, да, он понимает, что окно возможностей для него может закрыться, вернее, закрывается неумолимо. Он сейчас бросает в бой все, что он может бросить в бой, ну как бы кладя на альтарь этих действий даже с последующей операцией. И я не зря подчеркнул, что для противника будет сверхуспехом и выполнением всех задач этой кампании выход на линию Константиновка-Часов-Яр с окружением и ликвидацией угрозы, которую представляют украинские силы обороны в Торецке. Поэтому именно поэтому Торецкое направление, если говорить в общем о этих двухфланговых направлениях, а именно Покровском и Часов-Ярском, является на сегодня точкой максимального приложения усилий оккупанта. Но говорить о каком-то прорыве, то есть захвате, угрозе захвата в этой кампании, Краматорска и Славянска, ну не приходится. Это противники так уже на пределе своих возможностей. Вы говорите, бросают все, что можно в бой, и это мы понимаем человеческие ресурсы, технику. Откуда они берут этот человеческий ресурс, мобилизацию? Путин так и не решился на полномасштабную открытую вторую волну. Это какие-то контрактники, это зэки. Вот то, что вам рассказывают ваши друзья и коллеги, которые непосредственно находятся на линии фронта. Кто этот человеческий ресурс? Вы знаете, я как бы не хочу вас шокировать, добровольцы. Вследствие пропаганды, вследствие политики кнута и пряника, российская военная машина может себе позволить приобретение в месяц до 30 тысяч военнослужащих. Естественно, что не все 30 тысяч автоматически попадают на фронт в первый же месяц, потому что есть потребность в обучении артиллерийских расчетов, танковых экипажей, экипажей бронированных машин, другой техники и так далее и тому подобное. Поэтому они как бы могут доправить от 5 до 10 тысяч каждый месяц. Что, кстати, позволяет мне опять же говорить с большой долей уверенности, что какой-то катастрофы не будет. Но в России нет сейчас необходимости проводить какую-то мобилизацию. Как это странно не звучит, очередная девальвация рубля, она как бы только помогла российскому военно-политическому руководству, потому что тем так называемым контрактникам, которые призываются в армию, они платят не долларами, они платят рублями. И обесцененный рубль позволяет говорить о том, что для того, чтобы привлечь в армию людей, они готовы заплатить 1 320 000 рублей одноразового пособия. Для человека, который в год получает 100 000 рублей, представляете, что такое сумма 1 320 000. А почему я с такой категоричностью говорю о добровольцах? Некоторые случаи, описываемые в открытых источниках, вообще являются вопиющими. То есть человеку было отказано в приеме на контрактную службу в армию, он просто во время очередной пьянки выстрелил в своего собутыльника, получил срок и уже через срок попал на фронт. Это то, что вам рассказывают ваши товарищи на фронте, да? Это то, что пишут в открытых источниках, и каждый может найти эту информацию. То есть можете себе представить, насколько широко поле задействование таких ресурсов в Российской Федерации. Ну и плюс пропаганда, пропаганда, еще раз пропаганда. То есть они свято верят, что они борются с проклятым нацизмом на территории Украины. Это во-первых. Во-вторых, есть еще такой инструмент, как памятка солдату. Они тоже есть в общем доступе. Они боятся просто сдаваться в плен. То есть вот эта вся совокупность факторов, которые я сказал, как фактор кнута и пряника, они позволяют России постоянно наращивать свой ресурс, хотя в очень ограниченной норме. Больше 30 тысяч в месяц они себе позволить не могут. Такова перерабатывающая, если можно так сказать, способность машины боевой подготовки российской армии. Имеют они резервы? Да, имеют. Но для этого нужно задействовать учебные центры на территории оккупированной Беларуси, пока мы не наблюдаем изменения в количестве и в качестве военнослужащих российской армии на территории Беларуси. То есть пока мы можем с большой уверенностью говорить о 30 тысячах, которые как максимум могут быть задействованы, не задействованы, а привлечены в армию ежемесячно. Поговорим об F-16. В ближайшее время от Дании ожидает Украина поставок этих самолетов. Это слова президента Украины Владимира Зеленского. При этом Россия пытается истощить украинские силы перед прибытием этих F-16. Это слова главкома вооруженных сил Украины. Каким образом Кремль пытается, может истощить украинские силы обороны перед прибытием F-16? И действительно ли Кремль может сорвать передачу этих самолетов в Украине? Безусловно, они не могут сорвать передачу этих самолетов в Украине. И, скажем так, мы узнаем о использовании F-16 уже после того, как ими будет нанесен эффектный и эффективный удар по целям противника. До этого говорить о какой-то конкретной дате я бы не стал. Есть предположения, когда это может случиться, но цифра варьируется. И слава богу, что мы эту цифру не озвучиваем и о ней не говорим. Потому что туман войны никто не отменял, и это тоже суровая необходимость. А противник не может это сорвать. Что он делает? Но он, знаете, наносит удары по тем местам, которые, по его мнению, будут местами дислокации этих самолетов. Ну, в частности, удар по Староконстантинову, где находится всем известный военный аэродром. То есть я здесь не открываю никакой военной тайны. И это вызывает, честно говоря, удивление, потому что этот объект строился еще в советские времена и был способен выдержать ядерный удар. Поэтому чего они хотят добиться, сказать, очень трудно. Но они выполняют задачу, то есть для того, чтобы задекларировать, вот мы срываем поставки западного вооружения Украины. И так далее, и тому подобное. То есть работа ведется как на военном фронте, так на информационно-психологическом фронте. И наша задача, ну, как бы, спокойно и сосредоточенно отфильтровать материалы, которые являются доступными для нас, которые мы обговариваем. Ну, и с точки зрения понимания того, что F-16 все равно будут на территории Украины, и мы их все равно применим против российского агрессора. Случиться это через 2-3 недели, через месяц не имеет значения. Они будут здесь, и агрессор, и мы об этом сегодня говорили, прекрасно понимают, что окно возможностей для него постепенно будет закрываться. Сергей, возможно, вас эта просьба несколько удивит, но я все же вас попрошу. Вы знаете, мы обычно в контексте передачи F-16 мы говорим о том, как это может повлиять на ситуацию на фронте, и обычно это звучит несколько в общем. А если можно, можете привести пример конкретный на неком отрезке фронта. Какова ситуация без F-16, и как конкретно там ситуацию изменит появление этих истребителей? Знаете, боюсь показаться нудным. Нет, к сожалению, не могу. Почему? Потому что мы даже приблизительно не знаем, какой комплект вооружения и боевой техники будет передаваться с площадками воздушно-базированной, которые именуются F-16. И от этого комплекта вооружения зависит во многом задача, которой будет ставиться самолет. Нужно понимать следующее. То есть при наличии определенного комплекта вооружения эти самолеты могут использоваться в качестве истребителей, перехватчиков воздушных целей. При наличии другого комплекта вооружения эти самолеты могут использоваться как истребители многоцелевого назначения для уничтожения воздушных объектов на линии фронта. При наличии третьего комплекта вооружения или совокупности каких-то этих комплектов вооружения они могут быть использованы для запуска дальнобойных ракет или нанесения штурмовых ударов по объектам противника. Это первое. Второе. Мы прекрасно понимаем, что количество самолетов первой группы, которые будут передаваться в Украине, но оно может быть кратно 12. Я бы сказал так, 12. Но если противник имеет 270 самолетов, простите меня, как 12 самолетов или 6, допустим, могут изменить ситуацию на конкретном участке линии фронта? Но это вряд ли получится. И, в общем-то, эти самолеты, как и системы Хаймарс, будут использоваться для нанесения надежных и неотвратимых ударов по объектам противника. Поэтому разрисовать в цветах и красках, как изменится ситуация на том или ином участке фронта, ну, простите, я не могу, это нереалистично. Простите за нудность. Да, вот вы сказали, что будет зависеть от того вооружения, которое будут нести эти самолеты. А есть варианты, что Украина получит все виды этого вооружения, вот то, что вы назвали, и для перехвата, и для ударов, и для дальнобойных ракет? Не есть варианты, все виды вооружения поступят. Но нужно понимать, что здесь речь идет не только о том, что они должны или не должны поступить, они должны поступить, но также речь идет о том количестве самолетов, которые получит Украина. для того, чтобы распределить по задачам те объемы авиационной техники, которые мы получим. Поэтому я не имею никаких сомнений, что после того, когда в небе Украины будут летать десятками F-16 и другие самолеты, они будут выполнять различные задачи. Но пока, подчеркиваю, именно на первом этапе мы должны очень осторожно подходить к вопросу использования, исходя из того, на что можно рассчитывать, какое вооружение поступит. Опять же, мы не сможем этого с вами сказать, потому что специалисты по каждому виду вооружения готовятся отдельно. Авиационные техники, обслуживающий персонал, давайте не забывать, что авиация – это не только летчики-герои, а это тот персонал, который обеспечивает полеты этой авиации. Ну и, в общем-то, от возможностей наших союзников, то есть по тем видам вооружения и боеприпасов, которые они нам могут передать именно в этом конкретном отрезке времени. Сергей, спасибо вам большое о том, что присоединились, и так все детально и красочно рассказали о ситуации на фронте и о вооружении, которое нужно Украине для того, чтобы победить в войне с Россией. Сергей Грабский – военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке. Опять, повторюсь, обсудили ситуацию на фронте. Все на самых горячих участках, сейчас они просто везде, и на Харьковском направлении, и на Донецком направлении, и на Херсонском, и Запорожском направлении, но также повлияли о том, какое вооружение нужно Украине, в том числе и о самолетах Ф-16, которые должны рано или поздно помочь Украине одержать победу на Российской Федерации. Спасибо, Сергей, вам большое. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.